Занятие платформы Whitecraft. Всем добра, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. И мы продолжаем изучать книгу «Путь праведников» для того, чтобы стать праведниками. А зачем стать праведниками, многие спросят. Потому что праведнику хорошо живётся, праведнику живётся прекрасно. Он делает то, что правильно делает в глазах Всевышнего. Всевышний полностью его во всем, во всем, во всем обеспечивает в этом мире. И в итоге праведник попадает в грядущий мир, в вечность. И там он вообще тоже себя прекрасно чувствует. То есть все плюсы быть праведником. Поэтому если кто-то еще сомневается быть праведником или не быть, то рекомендую быть. Рекомендую быть праведником. У меня сегодня день рождения. И я сегодня в конце занятия всех буду благословлять по особой формуле. Сегодня есть у меня сила благословлять. И сегодня все, кто досидят до конца, подумайте по камести. Я скажу так, что чтобы получить благословение, нужно взять на себя какое-то усиление в служении Всевышнему. То есть вы берете на себя усиление, я вас благословляю. И у вас начинается новый этап, вообще новый этап во всем. Поэтому подумайте, в чем будет усиление. И значит все. А мы изучаем сейчас врата наглости. Врата наглости, значит мы уже изучили врата гордыни, гордости, врата скромности, врата стыда. И теперь мы разбираемся с качеством, которое называется наглость. Наглость. Значит, наиверите наглость, слово азут переводится. Значит, в азут. Давайте сейчас прочитаем. Это очень короткая, короткая глава. И потом порассуждаем на эту тему. Да, посмотрим, как это работает. Итак, значит, пишет нам книга «Путь праведников», что наглость – это очень дурное качество. Очень слово я добавил от себя. Наглость – это дурное качество в большинстве своих проявлений. И оно противоположно качеству стыдливости. То есть мы уже изучили качество стыдливости. Оно помогает, если это стыдливость перед Всевышним. То есть стыдливость – это индикатор. Напомню тем, кого не было. Но стыдливость – это то, что человек чувствует, если он делает то, что он же сам считает неправильным. Теперь, ну откуда взялось вот это понимание правильно-неправильно? Оно может взяться из двух мест. Или окружение – люди, или Всевышний. И тогда человек, он принимает, у него есть вот этот внутренний, то, что называется совесть. Но эта совесть – это как раз вот эта вот индикация, когда человек внутри себя сравнивает со своей же мерой, что такое правильно, что неправильно. Но сама эта мера, она может быть сбитая. Поэтому сам по себе стыд, он хорош в ситуации, когда мерой правильности является объективная реальность, объективная правильность, которую установил Бог, Творец Мироздания. Теперь наглость. Здесь в большинстве случаев это плохого качества. Почему? Потому что он дальше приводит. Например, он пишет так. Человек, который наглый, да, он первым делом вступает в конфликт с людьми. То есть, как наглый там. Он идет, лезет везде без очереди. Наглый. Он везде свое мнение высказывает. Он со всеми, ну то есть, спорит. Он никого не признает. И, значит, написано в Пертьевод, что аз по ним ледяном. Тот, у кого дерзость лица, он дерзкий такой, да, он попадает в Дену. Я вспоминаю или в Мишле, или в Причах, или в Кайлете, я на один из отрывков привел такую историю, иллюстрацию. Что был один такой очень чемпион мира по каким-то боям без правил. Он вообще такой был. Очень наглый. И его все боялись. И он приехал как-то на автостанцию, что-то машина, на таком у него там был какой-то джип очень дорогой. И он очень был наглый. И он, ну потому что он чемпион мира по рукопашному бою, и богатый, и известный, и вообще, кто ему что скажет. И он себя некрасиво вел, очень дерзко. А на этой станции работал человек, который такой сидевший, который прошел там десятки лет в тюрьме. И в тюрьме он тоже как бы выучил, ну такую, как сказать, стиль поведения, когда на тебя, если кто наезжает, то это пропускать нельзя. И вот этот вот такой наглый, дерзкий, который приехал на автосервис, а тот такой тоже очень сидевший, очень такой закаленный, но тот чемпион мира по рукопашному бою, а этот, у него просто был пистолет. И шесть пуль, и не стало ни этого чемпиона мира. И вот получается, что тот, кто ведет себя ас по ним, тот, кто дерзкий, он рано или поздно натыкается на такого же дерзкого. Это минус. Второе, он не слушает увещевания. Он не слушает увещевания. То есть он не признает нагло, он не признает, что кто-то может ему что-то там учить его и так далее. То есть он учителей, там, раввинов, он, ну, кто вообще, кто мне что скажет, я самый умный. Это есть шутка такая, как 17-летний подросток, он говорит, я сам все знаю, типа, не учите меня жить. А 60-летний мультимиллионер, он говорит, пожалуйста, найдите мне эксперта, который мне пошагово распишет, что и как я должен делать. Вот это разница. Теперь, значит, тот, кто наглый, он может делать преступление. Есть в Ведуй, такая молитва Ведуй, это исповеда. И там есть такие слова, что что мы наглые, и мы, Кшиоров, это жестоковыны, мы упертые. И сейчас, мы не настолько наглые и жестоковыны, там есть слова такие, чтобы мы сказали, что мы не грешили. Но мы признаем, что мы грешили. Это в исповеди статьи слова. То есть нагло он не признает, что он где-то грешил, что он где-то сделал что-то неправильное. И в Мишле есть такое слово, что в Мишле есть, значит, Амихасеп шавлюет слех. Тот, кто закрывает, скрывает свои ошибки, свои грехи, он не преуспеет. Да? Значит, а тот, кто признает и оставляет дурной путь, Ерухам, над тем будет милосердие Всевышнего. Но нагло он не может признать, что он ошибся. Да, он будет дальше переть. Как, знаете, было такое вот выражение. Вот откуда берутся у людей убеждения. Я помню, было такое вот выражение в моей молодости, что наглость – второе счастье. И как-то это выражение продвигали, говорили, вот если человек наглый, он счастливый. Теперь где эти все наглые сейчас? Их нету. Ну, наглые, они, ну, они кто где, ну, обычно всех наглых ломают. А их ломают, и они попадают в какие-то неприятности, и они в, ну, постоянно попадают в какие-то очень сложные неприятности, потому что наглый, он как бы лезет в нарожон, то, что есть такое слово. И говорят, наглость – второе счастье. Он где-то может выигрывать на каком-то коротком промежутке, да? Но дальше он всегда проигрывает. И дальше здесь приводится такое выражение, что еще это очень дурное свойство. Оно приводит человека к тому, что он позорит своих товарищей, ближних, бедных. И в Мишле тоже есть такое выражение, что бедный, он говорит тахануним, он говорит с мольбой, а богатый отвечает нагло. То есть, тут получается так, что действительно, когда у человека есть сила, он очень часто становится наглым. Он наглеет, борзеет. Недавно мы видели этот пример, был такой пригожен, да, как он просто вот это было символ такой дерзости, наглости. И в итоге, где он сейчас? Нет его. То есть, мы видим, что на короткой дистанции он был там самый цитируемый, самый популярный, самый известный, самый богатый. На длинной дистанции нету, все, закончился. Потому что, действительно, наглость, она может вторая часть, пока ты не встречаешь другого наглого, который еще более наглый, чем ты. Теперь, ну, дальше он в конце пишет, да, он говорит, но свойство азут, вот эта наглость, оно весьма похвально, когда оно применяется к служению Всевышнему. Вот, вот тут тоже должна быть осознанность. Быть наглым и дерзким перед злодеями, и не покорствовать им, не слушать их советы, не соглашаться с их ложью, мерзостями, не льстить им. Нужно быть дерзким в исполнении заповедей, и в тех случаях, когда люди насмехаются над этим. И нужно быть дерзким и спрашивать своих учителей, если чего-то не знаешь. Как мы в Тертьевот учили, что выло, а баяшан ламет, что баяшан стыдливо он не выучит. Почему? Он будет все время стесняться спросить вопрос. Вот именно в учении нужно быть, не спорить, как есть, когда я учился быть преподавателем Торы, наш раввин Равьяков Баум, он говорил так, что есть тип учеников, которого ничему невозможно научить. Какой-то тип ученика, он говорит, единственный ученик, которого невозможно ничему научить, это тот, который думает, что он знает. Уверен, что он знает. Его как ты научишь? Он и так знает. Он будет тебе доказывать, что он знает. Но тот, кто интересуется, тот, кто сомневается, тот, кто хочет узнать, он, наоборот, он глубже поймет. И есть такое тоже выражение в Талмуде, что один из мудрецов говорит, что очень много я выучил от своих учителей. Еще больше я научился у своих товарищей, с тем мы вместе изучали, в Хевруте разбирали, значит, вместе разбирали то, что мы выучили от учителей. Но больше всего я умудрился от своих учеников, потому что ученики, когда задавали мне вопросы, а я им отвечал, и они задавали еще вопросы, а я им еще отвечал, я всегда глубже понимал эту тему. То есть, больше всего он учился от учеников, которые не стеснялись спрашивать вопросы. И, значит, поэтому если вы учитесь, то не надо стесняться, надо задавать вопросы преподавателю, так, а так, а здесь как, а тут как. То есть, каждый раз, когда вы задаете вопрос, то вы глубже можете понять эту ситуацию. И нужно также быть дерзким, открывая людям их грехи и упрекая их. Вот тут вопрос, потому что вот из моих знакомых, хороших, да, вот я наблюдал люди, которые становились религиозными, как дальше складывалась их жизнь. То есть, это очень сложно в зрелом возрасте, когда человек становится религиозным, то у него как бы все его прошлые знания, навыки, как матрешка, они же остаются. Их невозможно стереть. Ты не можешь стереть песню там «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». То есть, ты, как ты ни крути, уже человек, у него деменция будет, а песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» он будет помнить. То есть, стереть ты все предыдущие этапы своей жизни, ты не можешь. И даже если там есть абсолютная ложь и обман, что наглость – второе счастье, то ты не можешь забыть эту фразу, и она все равно продолжает у тебя действовать в душе. Как я помню, у нас учили, что «курить мы курим, а пить не бросим». Почему? Это в спортинтернате была такая фраза. «Кто не курит и не пьет, тот здоровен, тем помрет». Все эти фразы, они внутри-то живут. Теперь такой человек, который просто запрограммирован вот этими фразами, он становится религиозным, и он сверху на вот это накладывает религиозную систему мировоззрения. Теперь на религиозную систему мировоззрения, вы тоже видите, она очень, как сказать, многогранная. И вот человек, например, он читает эту книгу, читает эту книгу, останавливается, и что дерзость – плохое качество. Не дочитал до конца страницы, не успел. Он думает, все, я сейчас буду полностью прибитым вообще, ничего, никогда, нигде, буду сидеть, молчать, я никто и звать меня никак. Другой человек, наоборот, он открыл книгу со страницы, что быть дерзким весьма похвально. Он, значит, становится дерзким. То есть, как бы те, кто становятся религиозными, очень мало шансов, что они успеют выучить все грани Торы, и что они успеют все эти грани Торы сделать настолько сильными, чтобы они полностью перебивали сигнал всех предыдущих лет жизни. И получается, что большинство религиозных, особенно те, которые стали религиозными, они как бы переодеты в религиозных. То есть, у них внешне они религиозные, а внутренне они нерелигиозные, потому что первую часть жизни они всегда были, ну там, нерелигиозными. Теперь человек, который со стороны смотрит на религиозных, и он говорит, что это вообще, вот это разве религиозные? И он может, опять же, ошибиться. Поэтому здесь, я почему сейчас это вспомнил, здесь написано, что нужно быть дерзким, открывая людям их грехи и упрекая их, что у меня есть несколько знакомых, которые стали религиозными и дерзко вели себя с людьми, которые нерелигиозные или малорелигиозные, или даже религиозные, они приходили к ним и начинали их там упрекать, что какие же мы религиозные. Все вот эти люди, которые так себя вели, у них потом были большие проблемы, потому что даже на Йом-Кипур Бог прощает все практически преступления между человеком и Богом, то, что он там недоделал, плохо молился и так далее. Но преступление между человеком и человеком может простить только человек. И получается, что если человек кого-то обидел, да, а тот на него держит обиду, и он думал, что он был прав миллион раз, когда он его обидел, а тот все равно обиделся и так обиделся, что ему очень внутри больно плохо, то Всевышний может это не простить. Вернее, наоборот, он не может это простить, пока тот не простит. Поэтому нужно быть вот с этим качеством очень осторожным. То есть наглость – это ни в коем случае не второе счастье. Наглость – это первое несчастье, да. Человек наглый, он очень активный. Если он очень активный, он будет делать много ошибок. Если ошибки в материальном мире, то ты сразу видишь отдачу, то в духовном мире ошибка может прийти тебе обратно, да, как Всевышний ждет, ждет, ждет через много лет. Сегодня как раз Мишлей, я продолжаю изучать Мишлей, всем советую очень сильно изучать Мишлей. И в притчах, да, что значит изучать? Возьмите один отрывочек, и этот один отрывочек выучите наизусть, повторяйте его, повторяйте, проживите с ним там день. И он, вот тогда он пустит корни в мышление, тогда он вам запомнится, тогда он станет частью, как говорил царь Самон, что нужно, говорит, «катвем аль луахлибеха» – слова Торы нужно написать на скрижалях своего сердца, «вэ кашрем аль гаргаратеха» и завязать их на горло свое. И, а в другом месте он пишет, завязать на пальцы свои. То есть их нужно и произносить вслух, и нужно делать. И тогда это запомнится и станет частью твоего мышления. И вот сегодняшний отрывок из Мишли, который очень сюда подходит, написано так. «Хаей басарим лев марпе» – значит «жизнь для тела оживляет тело кроткое сердце». «Вереков отсмот кина» – и «гниение для костей» – «кина» – это зависть, и «кина» – это месть». Значит, что отсюда следует? Значит, «излечение для тела кроткое сердце». Кроткое сердце, расслабленное марпе – это расслабленное и излечивающее. Очень интересно, что слово марпе – это и излечивающее, и расслабленное, и кроткое. То есть такое оно расслабленное. То есть получается, что человек, у которого внутри расслабленное сердце, он доволен своей судьбой, он радостный, он благодарный Всевышнему, он наполнен вот этим вот внутренним, он расслаблен, да, у него нет стресса. Стресс он сжимает, а расслабление, оно как раз человек расслабленный, да, у него кровоток хороший, все. Теперь оживляет мясо, грубо говоря, да, оживляет тело, расслабленное сердце. Оживляет тело, расслабленное сердце. И зависть, месть вызывают гниль костей. Значит, человек, который наоборот, он завидует, он мстит, он весь внутри там зубы сжимает. Первым делом у него зубы сжимаются, да, если он их сжимает. Вторым делом у него челюсти заклинят. Третьим делом он весь вот этот вот гнев внутренний, он его сождет. Конечно, вот эти вот люди, сумасшедшие маньяти, которые злобные, мстительные, они успевают принести много вреда. И, к сожалению, по цепной реакции хорошие, добрые люди, они могут заразиться, инфицироваться. Потому что, если хорошего, доброго человека зацепить, то у него внутри просыпается его животная сущность инстинктивная. И он отвечает тем же, не понимая, что если он будет мстить, он становится такой же. И он себя начинает сжигать. Теперь есть еще очень... В Торе есть как раз вот глава «Не мсти, не будь злопамятный». То есть, когда человек, он внутри, как сказать, сохраняет это зло, когда он внутри наполнен злом, то он второй, он ему не вредит, он себе вредит. Он как бы выпил этот яд, и он себя внутри сжигает изнутри. То есть, это, конечно, очень, очень для человека, для самого это очень плохо. Но, с другой стороны, Всевышний так сделал механизм, что благодаря ему злодеев меньше. То есть, они более активны, они видны. Вот сейчас, например, это тоже было ярко видно. На Евровидении там демонстрации, все против Израиля, как будто бы, да. Теперь по зрительскому голосованию израильская певица заняла второе место. То есть, зрители со всего мира, включая Финляндия, например, да, они все проголосовали за нее. Больше всего финнов проголосовало за нее. А финские деятели культуры и журналисты, они просили, чтобы Израиль отключили от Евровидения. То есть, СМИ, они ни в коем случае, ни СМИ, ни политики, они не выражают волю народа. Они выражают свою волю. И, к сожалению, они очень часто влияют на какую-то часть народа, который в это верит. Но в основном люди хорошие и добрые. Просто хорошие и добрые люди, кому хорошо, они расслаблены, они не выходят на демонстрации, они сидят дома, они занимаются любимым делом, они радуются жизни. А злые, несчастные люди, которые, ну, больные, да, чаще всего от своей вот этой вот злости, у них гнилькостей, они выходят на демонстрации, они кричат, они кидают камни. То есть, они с виду заметные. И, к сожалению, вот эти больные часто очень выбирают себе профессию журналистов. И СМИ именно наполнены вот этими вот людьми, у которых, к сожалению, вот такая вот месть у них вызывает гнилькостей. Хорошо, дорогие друзья. Вот сегодня мы изучили про дерзость, да, про наглость. То есть, наглость хороша только в выполнении заповедей. Вот тут надо взять, даже надо убрать вот эту, мне кажется, негативную часть. И наглость использовать только на то, чтобы больше, больше, больше выполнять заповеди Всевышнего. И, значит, не обращать на других людей, которые мешают это делать. Но я не советую использовать вторую часть и, как бы, вступать в конфликты с этими конфликтными людьми. Значит, поэтому сегодня у меня день рождения. Тора нам говорит, что когда у человека начинается его личный Новый год, то у него есть сила благословлять. Очень хочу вас благословить, и я изучил этот вопрос. Благословение, оно очень хорошо ложится на, как вин-вин. Знаете, когда человек что-то делает, то на него благословение очень хорошо ложится. Как делай волю Всевышнего, чтобы он выполнил твою волю, как его. Поэтому я вам советую одну какую-то на себя вещь взять сейчас, чтобы вы, чтобы вы в этом году, ну, чуть-чуть усилились ко Всевышнему. Я вам подскажу сейчас очень простую вещь, очень простую вещь, которую вчера, вот я как раз в синагоге, когда вечером с первыми звездами наступил четвертый яр день рождения. И один очень хороший человек, он говорит, самая простая вещь, которую можно взять на себя и которая оказывает мега влияние. Это больше благословлять Всевышнего, то есть говорить слава Богу, когда что-то хорошее. Именно не приписывать это себе, а слава Богу, спасибо Всевышнему. И говорить, когда ты собираешься что-то делать, с Божьей помощью, с Божьей помощью получится. То есть именно признавать, что Всевышний Творец Мироздания, он хозяин мира. То есть его за все благословлять, благодарить, благословен Всевышний, спасибо Всевышнему. И, значит, когда вы что-то собираетесь, с Божьей помощью, чтобы Всевышний помог. Если даже вот вы начнете больше это говорить, уже это очень большое продвижение в уровне духовности. И я хочу вас благословить, чтобы Всевышний дал вам много поводов для того, чтобы вы говорили благословен Всевышний. Чтобы вы говорили, слава Богу, по сто раз в день получают Всевышнего все, что вам нужно для хорошей, доброй, благословенной, полноценной жизни. Чтобы было здоровье, чтобы было много энергии, чтобы была главная радость от жизни, внутренняя радость, благодарность. Чтобы было счастье в отношениях, чтобы у каждого был партнер, которого вы любите, который любит вас. Чтобы было счастье от детей, здоровье, счастье, благополучие. И чтобы было очень много материального достатка, честным путем, чтобы, как говорил царь Саламон, чтобы не было бедности, не было слишком большого богатства, был законный хлеб. Законный хлеб, где вы законы честно получаете, десятину отделяете на добрые дела, которые дают благословение. И чтобы, главное, чтобы Баруха Шем, чтобы вы говорили это сто раз в день, слава Богу, и чтобы Всевышний вам давал много новых поводов для того, чтобы вы говорили дальше, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Все, удачи, успехов. И, значит, в 11 встречаемся через полчаса друзья, партнеры и спонсоры ВАИКРА. Значит, встречаемся на уроке, у нас будет, как раз мы изучаем сейчас очень интересную тему, как получить благословение материального богатства в этом мире. Именно письма и советы Любавичского Рэба. А со всеми встречаемся завтра, с Божьей помощью. Все, удачи, спасибо большое. И чтобы были благословения во всех хороших делах.